Девушки отдыхают 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 будет. Просто имбовать она будет с дополнительным перерывом в 2 секунды. Точнее, этот перерыв будет уже не 20, а 22 и продлится для вас чуть дольше. Стоит отметить, что в Т-57 Heavy были внесены и другие балансные правки. И давайте кратенько их обсудим. Первое. В отношении времени перезарядки мы обсудили. В отношении ослабления пробоя, ну, давайте вернемся назад к орудию и все-таки посмотрим тогда уже и этот показатель в том числе. Вам что, не хватит на базовом снаряде 265 на 10 уровне? Или вы не можете поставить себе кумулятивный и гахнуть кого-нибудь, кого пробить не можете? Мне кажется, что это все надумано и не стоит вообще никакого внимания. Изменена схема бронирования. Да, действительно, схему бронирования поменяли, но никто не сказал, что его теперь шьют все, кому не лень. В нем как были крепкие зоны, так и остаются, ровно как и серые зоны. Как были, так и продолжают в нем существовать. Что еще сделали с Т-57 Heavy? Ребят, вы можете сказать, что увеличение запаса его прочности, я имею ввиду ХП, это действительно нерв. Но мне почему-то кажется, что это все-таки ап, а не нерв. Да, согласен, в отношении орудия времени перезарядки действительно нерв, но в отношении ХП действительно ап. Так что произошло с Т-57 Heavy? Давайте это будем обсуждать непосредственно в самом бою. Итак, друзья, по моему скромному мнению, с Т-57 от Хэви практически ничего не произошло. Да, добавились вот эти две секунды ко времени перезарядки магазина в целом, но это единственное, что есть. И к этому просто не надо относиться как к чему-то, я не знаю, там сверхъестественную и какой-нибудь катастрофе, а просто воспринимать, как есть. Но привыкните вы им перезаряжаться немножечко дольше, на какие-то две секунды. В принципе, все. Эта машина никогда не игралась от ДПМа. Если бы эти две секунды добавили на какую-нибудь скорострельную машину по типу, допустим, пираньи, ну тогда да, тогда я сказал бы, что это существенный нерв, потому что смысл таких машин, как пираньи, как тот же самый Чифтейн МК-6 на 10 уровне, да, это не проходники, но я их привожу в пример, потому что это машины, которые обладают хорошими скорострельными орудиями, как для тяжелых танков. Так вот, если бы в них были внесены вот такие изменения в отношении времени перезарядки, да, я бы согласился с тем, что это действительно нерв машины. Но поскольку данную тачку все любили не за то, что у нее классное время перезарядки барабана, и вы просто-таки сумасшедшая имба, которая разносит всех щепки именно по ДПМу, ну, соответственно, по КД, то тогда, да, тогда можно было бы говорить, что Т-57 Хэви похоронили, убили, я не знаю, там, вообще аннигилировали. В целом же Т-57 как игрался, так и играется, и ничего плохого в нем абсолютно не появилось. Я отношусь к всем товарищам, которые высказывали мнение по поводу того, что этот ребаланс огромное количество имб поубивает, исключительно как к тем ребятам, которые не могут качеством своего контента привлечь к себе зрителей. Ну, или пытались создать какой-то искусственный ажиотаж, пытались поднять какую-то искусственную панику там, где она абсолютно не нужна. И таким образом поднять количество своих просмотров, ну, и, соответственно, обратить на себя внимание. Вот все вот эти, как я их называю, горлодранцы, которые, когда анонсировали изменения в технике, начали волать по поводу того, что после этого игра вообще перестанет существовать в нормальном ее виде и превратиться непонятно во что. Если вы позволите, я поделюсь с вами своим скромным мнением по поводу данного ребаланса. Я считаю его хорошим. Да, многие машины действительно порезали в тех местах, в которых их стоило порезать, потому что машины реально имбовали и машины реально нужно было немножечко менять. Но все-таки Т57 Хэви с добавлением времени перезарядки магазина это правильное решение, потому что тогда, когда машина за один барабан выносит половину соперника в ангар, а вторая половина продолжается продолжает судорожно как-то там оставаться в бою, понимая, что еще один барабан она просто не переживет, да действительно здесь стоило Т57 Хэви чего-нибудь там где-нибудь подрезать. И слава богу, что ему подрезали не по альфе, а подрезали ему как раз в отношении времени перезарядки барабана. Уже большое спасибо, как мне кажется. Что же касается вообще в целом, в целом вот этого ребаланса в обновлении 10.3. Мое мнение следующее. Представьте себе, что вы гонщик, который каждый день изо дня ко дню гоняет по одному и тому же скоростному серпантину и знает его как облупленный. И вот вам не просто взяли и наглухо все поменяли, перерисовали полностью весь серпантин и там где вы поворачивали направо, вы теперь поворачиваете налево. Разработчики же этого не сделали. Они просто изменили угол поворота. Раньше он составлял 45 градусов, теперь будет составлять 48. Да, это продолжает быть та же самая трасса, это продолжают быть все те же самые повороты, просто с какими-то дополнительными новыми ощущениями, к которым просто необходимо привыкнуть. Вот когда вы сейчас после обновления игры начнете играть на тех машинах, на которых вы играли раньше, но уже с другими ощущениями, мне почему-то кажется, что удовольствия от игры вы будете получать гораздо больше, потому что вы будете получать какие-то новые впечатления от этих боев. Вы будете получать какую-то новую для себя информацию, вы будете воспринимать своих соперников не так, как воспринимали раньше. Допустим, выезжая на Т-57 Хэви, вы интуитивно помните, сколько времени машина перезаряжалась, но теперь это интуитивное восприятие, оно уже немножко искажается, ну и соответственно вам приходится заново, заново постигать каждую машину, которой обладаете вы, либо которой обладают ваши соперники. По-моему, это в край позитивно, и ничего плохого в этом абсолютно нет. И то, что некоторым машинам что-то изменили, это далеко не говорит о том, что они станут прям совсем ужасными. Я вот сейчас выехал, дал три плюхи на 400 с копейками. Что, Хэви поменялся? Нет, ребят, по-моему, изменений как таковых, особых не произошло. Как я уже сказал, где-то что-то немножко подтесали, просто для того, чтобы игра стала какой-нибудь новой для тех игроков, которые играют в нее давно. Я играю в эту игру более 8 лет, уже практически 9. И при этом всем я продолжаю получать массу удовольствия. Вот те балансные правки, которые были сейчас внесены в игру, меня только радуют. Так, Хэрик. Ну вот таким он и был по броне, ребят, он ничем сейчас не отличается абсолютно. Отходим назад, хотя я думаю, что... Странно, честно говоря, почему мушкетер отбрасывает именно в минотавра, хотя я для него более лакомый кусок, меня и пробить проще, и выцелить. Ну что, поехали, давайте откинем барабан. Ну вот как-то так. Жаль, ремки не было. Сейчас можно было бы поремкаться и откатиться назад. Короче, друзья, к чему разговор веду? Разговор веду к двум вещам. Первое, в любом случае на те машины, в которые вносились балансные правки, я буду снимать новые обзоры, потому что возможно некоторые из них действительно прям совсем в корне будут играться по-другому. Я хочу это проверить на собственной шкуре и поделиться с вами данной информацией. Ну а второе, к чему я веду? Не воспринимайте всерьез всю ту панику, которую периодически разводят на ютуб-каналах. Это не более чем пиар собственных каналов для того, чтобы обратить на себя внимание. Ничего страшного с игрой не произошло. Балансные правки пойдут исключительно на пользу. Т57 Хэви как игрался, так и играется. 3760 единиц урона, да, я никого не уничтожил, но при этом получил то же самое удовольствие, которое я получал и ранее. И поверьте мне на слово, я лично не ощутил никакой разницы в игре на Т57 Хэви сейчас по сравнению с тем, как он игрался до обновления. И вот эти вот две секунды, которые добавили ему к перезарядке, я не ощутил абсолютно. Я больше чем уверен, что большинство из вас это ощущать тоже не будет. Вы просто будете, как я уже сказал, получать новое абсолютно впечатление от игры. Плюс к тому стоит отметить, что разработчики правильно поступили, что сделали еще и ротацию карт параллельно с введением обновлений 10-3. И тогда ваши ощущения от для нас уже опять-таки новых, хорошо забытых, старых карт, они только усиливают вот это вот соковое ощущение концентрата. Концентрата кайфа и фана, которого я всем желаю. Вот такое вот мнение, если вы со мной согласны, обязательно пишите об этом в комментариях. А еще, друзья, подписывайтесь на канал и поверьте, вы не пожалеете о том, что являетесь постоянным зрителем моего контента. Стараюсь специально для вас и от чистого сердца желаю вам мира и, как обычно, спокойствия. Пока-пока.